И вот первая ошибка, да, натовцев, и первая, то есть почему, как бы, они потерпели и потерпят, не сомневаюсь, как скажем так, поражение, да, первые три дня у них наступления, я почерпну то, что происходит, скорее всего, уже основная, даже не начальная, основная стадия их наступления. И вот в чем у них первая ошибка, которая на ТОВ. Вот такая маневренная война, когда там разные подразделения очень четко взаимодействуют, они мгновенно меняют свои позиции. Идея такая, что от командира на поле боя у них грамотные, сверхграмотные командиры мгновенно знают все, что происходит на поле боя. У них вот типа такие средства как бы визуального контроля, они все как бы связаны между собой, да, у них хорошая связь. Они мгновенно улавливают изменения обстановки, мгновенно все меняют, там, перекидываются, жонглируют подразделениями, там, тут не получилось тоже перебрасывать. То есть такая сложная, сложная как бы военная филибристика. И вот я почему это начал Сырского, да, которые они попыт дались вот типа так же присмотреть на ТОВ. Это считается вообще супер-стратегия НАТО, да, когда мы просто противопоставляем просто классическую эшелонированную оборону. То есть как бы по классикам боевых действий, да, наша школа, которая советская, российская, русская, да, там, которые в Голубиков уходят. Встречаю, которые, кстати, все европейцы пользовались, там, у всех правительственных ходят. То есть встречаем удар противника, как бы задерживаем его, отражаем, потом наносится встречный удар, и там подтягиваются эти резервы наши, скажем так, да, и противник отбрасывается, да, или уничтожается. То есть идея в том, что вот на всем протяжении линии фронта построена эшелонированная оборона, да как бы, надо все это не делать, они как бы считают, что там, как бы, страна должна, вот там так же, как они обороняются, типа, какой-то подразделение заходит, они вот там слангов, там, быстренько, быстренько, прибрасывают эти свои сверхобученные и сверхмобильные подразделения и начинают там атаковать. И вот к чему это мысль-то ведут, да, вот о чем зрители у конца уже второй раз получается за неполный месяц, да. Их подразделения, когда они сталкиваются с такой серьезной борьбой с серьезным противодействием, да, вот это вся выстроена система взаимодействия между вот этим подразделением, она рассыпается. И вот яркий пример это то, что произошло, то есть элементарно они создали такую сложную управление войсками, такую слож скажем так структуру взаимодействия между ними дано выглядит в теории красиво особенно если не противодействует это как говорят на полигоне ты боишь в идеале условиях это выглядит очень красиво когда реально бы его становки у них начать там проводить связи здесь пропала связь это был я знаю что просто когда они уход вперед на них направление по сверхмощной рэп нужно все подряд связи то они связи нету все парни там как бы себе показывать эти гарнитуры и не как бы компьютер не все картину будет ли трехмерном режиме показывает офицер это все падает на виду снаши на вену все глушат а еще учитывая что у тебя начинается как бы встречное противодействие мощнейшие обстрелы до начинать абсолютно хаос хаос да и как бы они вся эта концепция такой она вся сыпется